Всем привет! Меня зовут Игорь Магда. Сегодня я расскажу вам 15 минут о боязни сцены. На самом деле это все огромнейший миф. Все дело в том, и это важно понять, что когда я вам говорю со сцены, это еще не значит, что мы с вами ведем диалог. И когда люди приходят и задаются вопросом, чаще всего это первый вопрос, которым люди задаются, когда выступают на сцене, типа как перестать бояться сцены, их не волнует вопрос именно выступления на сцене. Их волнует вопрос взаимодействия с публикой, и они говорят, ну круто, типа есть же человек, который занимается ораторским, он сейчас мне все об этом объяснит. Он приходит к этому преподавателю, тот занимается с ним жесткой дрессурой, на которой он объясняет такие обычно всем популярные вещи, такие штампы, вроде как не скрещивай ноги, стой ровно, держи поставленный голос, или прочитай перед выступлениями текст, держа в зубах пробку. И еще очень часто такой мем, что смотрите на макушке, когда вы что-то читаете со сцены. Будет создаваться, словно вы смотрите людям в глаза, но при этом вы не сможете, не собьетесь с того текста, который вы читаете. После такой дрессуры человек обычно проводит одно или два выступления, после которых он возвращается к этому преподавателю, потому что вопрос решены техники, а сама проблема не решена, он все равно не умеет выступать на сцене. И вот как же сделать так, чтобы качественно выступить на сцене, качественно провести лекцию, и при этом не задаваться вопросами техник, поскольку техника это все же какие-то нюансы, которые лучше разбирать после. Сразу скажу, у меня не будет вам ответов, у меня будут к вам вопросы, ответив на которые вы сможете выступать. Как бы всем известно, что людей чаще всего пугает что-то неизведанное, оно что-то обычно такое очень страшное и непонятное. А когда какая-то вещь получает имя, она становится простой, понятной, выглядит даже дураковатой, а следовательно управляемой. Четыре проблемы выступления на сцене, которые связываются с человеком, это лицемерие, уродство, социальная несвобода и немощность. К решению всех этих вопросов, первое, с чего я начал, это с искренности, то есть противоположные вещи лицемерия. Так произошло, что в 16 лет умерла моя мать, и мой мозг, он постоянно боролся сам с собой, он задавался вопросами, что вот-вот-вот, вот-вот дедлайн, вот красная черта, там безумие, там сейчас туда перейдешь, все-все-все, не приходи, не приходи. Мой мозг был настолько загружен, что временами у меня пропадал тот внутренний монолог, который называется оценочным, я там забывал, как называются какие-то вещи, я очень подолгу уходил в себя, то есть в один момент я как в космосе оказался замкнутым в своих чувствах, и они все направлялись только в меня. Все оценки, все какие-то взгляды были погружены в меня, я не мог понять, как мне с этим всем разобраться. И вот в один момент, я очень прекрасно это помню, я вышел за пакетом молока, я пошел в киоску, расплачиваюсь с женщиной, я забираю пакет молока, и тут в один момент кто-то выключает весь мой внутренний монолог, то есть все, что в моей голове связано с оценками, осознанием своих личных границ, пониманием, где я нахожусь, моделью восприятия, которое у меня есть, отключается. И я начинаю чувствовать, что моя рука, она как-то очень плавно становится пакетом молока, и это рождает во мне какие-то новые ощущения, думаю, вау, круто, ни одной мысли. Я даже внутренне делал вот так вот, и слышал эхо внутри себя. Вот, и вместо того, чтобы стандартно пойти домой с этим пакетом молока, я развернулся и пошел гулять. Я наслаждался природой, мне все безумно нравилось. Вот сейчас, когда я возвращаюсь домой и иду там, ну, я выбираю один или другой маршрут, и я обычно думаю, вот лучше пойди по тому маршруту, он изведанный, вот я вот всегда так хожу, вот давай лучше так пойдем. Я говорю, нет, ну что там, классно, давай, давай что-то узнаем новое. И мой мозг говорит, нет, 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 он приводит целый ряд фактов, почему я конкретно могу, ну, должен этого не делать, и я осознаю, что это просто моя лень. Мой мозг стремится за сохранением энергии, и он не хочет тратить ровно больше, чем он привык тратить. У него есть заготовленные штампы, по которым он хочет идти. В данном случае мне приходится совершать с собой как бы насилие какое-то над собой. И это было мое самое огромнейшее лицемерие. Я временами к нему возвращаюсь. Лицемерие в том, что я ленивый человек. Я считал себя очень крутым человеком. И он такой, вот я же там занимаюсь театром, и, значит, веду какой-то активный образ жизни, и читаю книги, которые не все читают. Вот это было моим лицемерием, и первое, что мне нужно было, то есть случай с пакета молока показал мне, что я врал себе. Мне пришлось себе признаться, что на самом деле я ленивый, и только когда полностью выключился мой внутренний монолог, я смог насладиться миром, каким он есть, без каких-то оценок или еще чего-то. И вот всегда людям кажется, что чтобы превзойти лицемерие, как-то стать собой искренним, открыть себя в себя и быть искренним с людьми, с которыми вы выступаете. Кажется, что нужно быть сильным человеком. Я тоже думал, что я вот буду сильным, и тогда я смогу победить себя, я смогу признаться в себе. Это тоже было лицемерие, потому что когда умерла мать, я стал чадушным, слабым человеком. И в том плюс слабых людей, они всегда сражаются безотказно, у них некуда отступать, только сильный человек позволяет себе думать, что у него находится за спиной. Слабый человек никогда не думает, потому что внутренний для него бой проигран. И так получилось, что в тот момент я совершил для себя огромнейший скачок. Я открыл такую простую истину, что сама суть мысли всегда проста, ее можно вместить в два слова. А все, что уже сверх, все слова, все какие-то конструкции, все это чепуха. Это есть лицемерие. Если вам не нравится, человек, просто скажите, человек, вы мне не нравитесь. Если вы не можете выступить на сцене, просто скажите, что я не готов, и отложите это на следующий раз. Всегда можно найти парочку, несколько вариантов, как этого не делать, или найти другие варианты. Всегда найдутся вещи, которые вы захотите понять. И это была первая простая мысль, которая натолкнула меня совершенно на другую, она заставила меня думать. И я пришел к такому выводу, это следующая истина, которая относится к уродству. Красота — символ правды. Мы ничего не знаем с вами о красоте. Люди только делают представление о том, как должна выглядеть красота и что такое красота для человека. В ходе нашей истории, в ходе нашей эволюции, даже просто развития самого человека, мы складываем свое представление о красоте. Красота является каким-то символом чего-то высшего. Я не говорю в плане противоположностей, там, правда и ложь. Красота является какой-то высотой правды философской мысли человечества, на котором он находится. Какое-то время Венера Милоская являлась примером красоты. Сейчас мы можем смотреть на этот пример. И каждый художник, каждый творец живет тем, что он воплощает свое понимание красоты в своем акте творения, в своем выступлении. Красота всегда необъяснима, она загадка. Мы можем понять ее, когда мы сталкиваемся с ней хотя бы по ощущениям мурашек у нас на спине. Важно понять, что в этот момент мы сталкиваемся с чем-то очень важным, что может поменять нашу судьбу. И часто люди остаются глухи к этому и продолжают жить, словно бы ничего не произошло. И следующее, к чему мы приходим, это социальная несвобода. Да, идея свободы, как идея социально-политической жизни человека, существует. Но вы, люди, которые собираются выходить на сцену, люди, которые выступают, каждое их выступление является актом красоты. Каждое их выступление предусмотрено тем, что они не могут выступать. В этом они становятся рабами того дара, которыми наделены. Они становятся рабами людей, перед которыми выступают. Духовно и экономически, просто научно развивать которых они призваны. Благодаря вам, людям, которые слушают, были наделены те люди, которые выступают. И те люди, которые занимаются своей работой по своему призванию, являются огромнейшими рабами. Для них не существует слова «свобода». Даже та самая прачка, или это будет какой-нибудь слесарь, но человек, которому нравится своё занятие, является рабом. Понимаете, что если от любого человеческого занятия отнять всё, что связано с приобретением прибыли, останется только искусство. Искусство и есть высшим актом творения и показывает, на каком уровне мысли мы находимся и чего мы хотим достичь с вами. Выступая сейчас перед вами, я пытаюсь вас восполнить духовно и поднять вас совершенно на качественно другой уровень, для того, чтобы вы поменяли свою жизнь. В нашем веке всё же является больше в мире такая тенденция, при которой художник, индивидуалист, берёт момент искусства и воплощает его так, что искусство превращается в рупор его мелких претензий. Вы знаете, это лучше меня. Я считаю, что истинной проблемой нашего времени является то, что нам нужно избавиться от всего того мотлыха, проблем, идей. Нам нужно очистить свой мозг загаженный канализацией, школьной рутиной, кредитами, заработками. Нужно, чтобы он отозвался на гудение насекомых. Нужно, чтобы мы напитались высшими идеями и стояли у истоков мечты. Нужно, чтобы кто-то сказал нам, что мы построим пирамиды. И не важно, построим мы их после этого или нет. Важно, чтобы мы просто подошли к этому моменту и получили силы творить что-то больше. Глаза всего человечества обращены в водоворот, в который нас вот-вот занесет. Зачем вам свобода, если вам не хватает даже смелости переступить через себя и избавиться от своего лицемерия, понять и принять свою истинную красоту и понять, что вы являетесь людьми своей профессии и заниматься ею. Так называемые здоровые люди привели наш мир к грани катастрофы. Зачем людям свобода, если больной человек должен выступать со сцены и объяснять людям простые вещи. Только так называемые здоровые люди в большей мере являются причиной всех разрушений экологических кризисов. Если вы хотите, чтобы жизнь не пресеклась, нам нужно всем взяться за руки и принять нас всех такими, какими мы есть. Все ваши попытки сказать, что нет, я не такой человек или мне это не нужно, являются только вашими вопросами. И когда я говорю вам что-то со сцены, это еще не значит, что мы с вами ведем диалог. «Человек, послушай меня. В тебе вода, огонь и пепел, и кости в пепле. Кости и пепел». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!